всем доброе утро девчонки я только что с работы и я не скажу что я там возмущена или что но как-то для меня как-то это маленько странновато я расскажу что я имею ввиду в общем приехала на работу и вообще я езжу с коллегой или она со мной или я с ней то есть мы всегда приезжаем на наш парковочные места всегда вместе это я приехала одна потому что она в отпуске две недели и не будет в общем я приезжаю меня две недели не было так я сама была в отпуске приезжаю на парковочные наши места в глобусе а паркуемся мы на самых последних местах на передних местах на нельзя парковаться потому что вдруг мы будем работать дольше чем в восемь утра и приедет покупатель я места типа все заняты конечно не там не все не заняты нас немного с человек там уже человек 50 но неважно в общем приехала я на работу весь в общем все парковочные места в глобусе не освещены то есть фонари нигде не работают то есть абсолютная темень я припарковалась машину выключила ты когда вы выключаешь фары маленько так горят а потом тохнут пока светили я и шла потом бордюры там везде эти лунки грядки и так далее что там падает с деревьев в общем темно я думаю что случилось прихожу на работу ну захожу вот вовнутрь у девчонок спрашивают девчонки что у нас там случилось что с парковочными с нашим парковочным эти почему фонари нигде не горят а уже как типа как неделю все глобус решил экономить на этом на свете и все и теперь фонари не включаются я говорю как так ну как так а если со мной что-то случится если я там споткнусь упаду и ногу себе не знаю поломаю этого это вообще каркаска не знаю это какой-то кошмар поэтому сегодня на столник я теперь работаю в четверг я специально припаркуюсь спереди ближе к входу к которому мы ну где вот мы заходим но сейчас когда темно я хочу парковаться спереди потому что мне темно идти кто-то с этими с фонариками идет а я не хочу ходить с фонариками что это такое начали экономить здрасте нашли на чем экономить поэтому я маленьких как-то не знаю шоке да не в шоке я как-то не знаю а зимой как зимой ведь темнеет очень рано мы работаем до 8 а ближе к выходным мы работаем до 10 и я не сомневаюсь что свет будет выключен там столько мне кажется покупателей кипиш подымет по ходить с этой тачкой а если машина поцарапает и потом не это вот сейчас просто они решили экономить пока только мы ходим типа по темноте покупатели еще выходят в магазин и заходят магазин еще светло получается только на нас это все сейчас пока но я говорю что в четверг я припаркуюсь на передних местах я тут еще сегодня кое-что купила в глобусе вот такой вот душ гель шампунь в общем все вместе три в одном это марселька таким пользуется потом брецели с сыром бекон три упаковки взяла тоже марсель любит такой жареный так вот такие вот салфетки руки дезинферцировать у меня всегда они в сумочке так и у нас в области девчонки появился вот такой вот творог вот такой творог и вот такая вот сметана и еще взяла моцарелла две штуки у меня есть домашние помидоры свекров привозила хочу сделать моцареллу моцареллу с помидорами так я расскажу сколько сметана стоит сметана стоит 3.38 эквач извиняюсь скажите сметана 99 центов а вот творог стоит 1.69 два штуки 3.38 и минус 12 центов это мои проценты с глобуса все и в общем за эту покупку я заплатила 17.30 покажу вам свой завтрак 4 яйца но буду кушать 2 остальные 2 на завтра здесь у меня соль домашние помидоры моцарелла и вот такая вот присыпка для салатов и кипяток в общем вот такой вот у меня завтрак сегодня нас еще знаете что сегодня было в области как учение в общем не знаю как это называется по-русски в общем если будет пожар как нам себя вести куда бежать что делать чтобы не было паники и так далее в общем работаем работаем работами это всегда бывает нежданно негаданно никто про это никогда не знает когда там приспичит в общем работаем работаем баба значит это было начало 9 уже были покупатели в магазине за сирена заиграла потом такой какой-то голос то ли это записанный голос то ли кто-то на самом деле из продавцов или не знаю в общем по причине технические по технической причине в общем наш магазин закрывается попросим всех освободить магазин все и мы должны все бросить плевать на наши ключи плевать на наши сумки которые стоят внизу все ты выходишь с специальных выходов сопровождается это все специальными людьми то есть нас про сопровождают специальные люди у них уже сразу они на этот случай знают где лежат их не такие кофточки такие без рукавки такие ярко-оранжевого цвета они их одевают и вот нам говорят о кому налево кому направо кому какую сторону идти так далее в общем и мы сегодня так все ломанулись со второго этажа мы сегодня снизу все закончили и надо было помогать там шампуни и порошки такой собачий корма все раскладывать и мы спустились дошли до определенного места кто зуб глобусе ориентируется вот у нас в дорогу что они мы должны дойти до того места где вы же нас делают тесты до туда во все дошли покупатели тоже все бросили свои закупочные тачки с товарами с продуктами все и все на выход все дошли до туда во и все назад все вот такое вот было у нас учение или как-то называется вот но я буду завтракать тут уже завтракать приятного всем аппетита увидимся попозже мы сейчас с сонькой гуляем я не знаю слышно вам шум или нет это вот у нас еще работают вот соседи еще там столько работы у них поэтому там долго не еще будут делать то что запланировали а что насчет наших деревьев у меня появилась такое сомнение 50 на 50 50 процентов что будут убирать наши деревья и 50 процентов что не будут убирать наши деревья это за объясню почему я вам говорила да что стоит это все 900 ойра чтобы спили наши деревья и 900 ойра я вам не говорила это почему так мало потому что все писали такие суммы бешеные я думаю неужели так дорого просто с этим никогда не связывалась и не думаю неужели так это все дорого так это много обходится чтобы вот тебе приехала фирма и спилила деревья а у нас почему 900 ойра за вот эти раз два три 4 5 6 за 6 деревьев почему потому что весь лес срубленный они забирают собой то есть нам ничего не остается вот почему сомнения все разговоры мы проводили с этими мужчинами которые вот работают у наших соседей мы только с ними разговаривали никого другого мы не видели в субботу значит я приехала утром рано а вечером субботу к нам приехал мужчина с папочкой с фотоаппаратом мы вообще вы никогда не видели с ним никогда не разговаривали а он с этой фирмы мы так поняли может быть там какой-то поглавнее чем вот эти вот мужчины что работают на соседнем участке не знаю он сказал какие мы деревья он спросил какие мы хотим деревья убирать мы показали он их сфоткал туда им судым будем вывозить отсюда во туда их положим здесь мы их вытянем это отпилим это подрежем ну там вот так вот разговаривал и потом он сказал что в письменном виде сделает как счет наверно первый это спилить и лес оставить у нас на участке сколько это будет стоить и второй счет спилить и лес забрать собой мы такие с ромкой так как бы нам уже сказали что 900 это будет стоить и лес заберут ваши вот коллеги что-то он так зажался зажался и вот мне кажется что будет совсем другая сумма и вот мы теперь ждем сначала договаривались что сразу получит наша хозяйка теперь оказывается что получим это мы а мы уже там сами передаем хозяйки все в письменном виде поэтому может быть на этой неделе уже получим настоящий настоящую сумму я не знаю сколько нам все это обойдется ну как нам не обойдется это все с будет хозяйка платить хотя она сказала то что типа не в деньгах дело но она уже знала что 900 а сейчас как скажут например там три четыре тысячи или муж меньше она скажет нет я не буду столько платить поэтому вот в этом плане у меня появились сомнения насчет суммы сумма была 1 900 эти вот мужики нам сказали которые здесь работают потом при какой-то другой вообще левый мужик и начал говорить чтобы лес или оставить лес или забрать и зато он нам посчитает сколько будет стоить и за другое посчитает и вот что-то у меня теперь какие-то какие-то сомнения не не знаю почему а я тоже настроилась я тоже мысленно без деревьев тут в окружности я когда на днях убиралась поменяла вот здесь вот цветочный горшок у меня был белый сейчас серый вот эти вот подсвечники поменяла все сезон идет к зиме и я сейчас буду чаще зажигать свечи обожаю свечи пусяненька а ты где был ты кушал пушок ты кушал пушок на меня посмотри увидели наверно в окошке но я с вами буду прощаться всем пока пока